После 10-ти часовых переговоров в российской столице, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зараб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Конечно, это еще не окончательное прекращение войны. Даже после этой договоренности и в Ереване, и в Баку говорят о том, что боевые действия продолжатся. Однако договоренности руководителей внешнеполитических ведомств, которые общались со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, по крайней мере создают надежду на то, что перестанут гибнуть мирные жители, и солдатские матери и жены не будут получать похоронки с фронта. Достаточно красноречивым является тот факт, что руководители Армении и Азербайджана согласились на мирные переговоры после того, как к этому призвал президент России Путин. Тема острейшая. Сегодня она получила развитие на совещании Владимира Путина с постоянными участниками Совета безопасности. Президент проинформировал их о многочасовых телефонных разговорах с лидерами Азербайджана и Армении. Мы в плановом порядке с вами сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии. А затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе. Когда началось очередное обострение в зоне Карабахского конфликта, наблюдатели много говорили об изменениях геополитической ситуации, новой роли Турции, ослаблении позиций России, удивленной заявлениями турецкого главы Реджепа Эрдогана и бескомпромиссным поведением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но в результате мирные переговоры прошли именно в российской столице при кремлевском посредничестве, так как это происходило во время предыдущих фаз обострения конфликта в Карабахе. И может именно в этом нужно искать причины, почему конфликт вокруг Карабаха не заканчивается уже несколько десятилетий, несмотря на международные усилия на попытки американской администрации и европейских партнеров Армении и Азербайджана. Каждый раз, когда кажется, что стороны приближаются к компромиссу, происходит нечто, что ставит точку на любых надеждах и обрекает конфликт на продолжение. И уже сформировалось мнение, что армяне и азербайджанцы не договорятся никогда. Но нужно ли Москве, чтобы они договаривались? Ведь сегодня Россия имеет беспрецедентно высокое влияние в Армении и дружеские отношения с Азербайджаном. Армения член ОДКБ, а с Азербайджаном Россию объединяет не только политическое и экономическое, но и военно-техническое сотрудничество. А самое главное, среди политической элиты обеих стран всегда было много людей, которые ориентировались именно на Москву. И можно сколько угодно рассуждать о влиянии Вашингтона, Парижа или Анкары, но для этих людей столица именно Москва, а не Париж или Анкара. И даже не Баку с Ереваном. Именно опираясь на эти лобби, Москва способна сохранять конфликт даже не в замороженном, а в подмороженном состоянии. Вмешиваться в ситуацию, когда другие международные посредники находятся в отчаянии и не понимают, как остановить кровопролитие. А Путин понимает почти всегда и может жонглировать конфликтом в Карабахе примерно так, как перемирием на Донбассе. Но на Донбассе у российского президента более далеко идущие цели. Ему нужно сделать все возможное, чтобы Россия не считалась стороной конфликта, не была под санкциями. Чтобы украинские руководители говорили с представителями так называемых народных республик о мире именно в российской столице. Так как это в свое время делали руководители Молдовы и Приднестровья, Грузии и Абхазии. Такие переговоры надолго оставят бывшие советские республики в российской сфере влияния. И сейчас делается все возможное, чтобы такую же специальную операцию повторить с Украиной. На примере с Карабахом мы видим, какая это эффективная ловушка. Ведь какими бы ни были внешнеполитические приоритеты Армении и Азербайджана, любой их конфликт все равно затихает в Москве. Было бы очень принципиально важно сегодня проводить некоторые параллели между тем, что происходит сегодня в украинском Донбассе после аннексии Крыма и тем, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе. Потому что выросло целое поколение уже людей, которые может быть не знают, откуда ноги растут в том, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе. Потому что этому конфликту более 30 лет, который начался в конце перестройки и явился детонатором развала Советского Союза. А современной молодежи, которым по 25-35 лет, им наверняка ближе и понятно, особенно вашей украинской аудитории, то, что происходит сегодня после 2014 года во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Потому что Донбасс для Украины – это тот же Нагорный Карабах, как для Азербайджана. Один к одному. И кукловоды этой проблемы как находились 30 лет тому назад в Москве, так и сегодня же находятся в Москве. Аббревиатура ДНР-ЛНР – это то же самое, что НКР. Это то же самое, что Приднестровье, Абхазия, Осетия. Ну, я буду сегодня параллели больше проводить именно между Украиной и Азербайджаном. И далеко совершенно не случайно, буквально вчерашнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Куляба, который открытым текстом сказал, что Украина после 2014 года как поддерживала Азербайджан в этом вопросе, так она и поддерживает. Это же заявление сделал и президент Владимир Зеленский, и весь политический эстеблишмент. К сожалению, до 2014 года Украина всегда старалась держать дипломатическую позицию, и нашим, и вашим. До 2014 года в Украине находились при власти преимущественно пророссийские политики. Но когда произошла аннексия Крыма, и когда произошла бойня на юго-остоке Украины, и после этого Украина каждый день на всех политических площадках поддерживала Азербайджан. Здесь также принципиально очень важно отметить, что Армения поддержала аннексию Крыма, Азербайджан не поддержал аннексию Крыма. Понимаете, когда люди имеют общую проблему, страны имеют общую проблему, тогда им начинает быть понятным, что же происходит там. Потому что 30 лет тому назад это как будто очень далеко, но это сегодня происходит. Это то же самое, что эти байки, которые рассказывают, что какие-то простые учителя, шахтеры в Донецке, в Луганске одержали огромную победу, против 45-миллионной Украины. Точно так же, как христиане Нагорного Карабаха, которых там 100 тысяч, победили 10-миллионной богатой нефтью и газом Азербайджан. Вы понимаете, к чему я это веду? Да. А все началось, как я вам сказал, более 30 лет тому назад. И, естественно, на тот момент Азербайджан был в таком же состоянии, как и Украина в 2014 году. То есть и слабый, и, естественно, не мог сопротивляться военной машине России. Напомню также, я был тогда на руководящей работе в правительстве, и я компетентно могу вам сказать, что в 92-м году тогда Азербайджан, единственный, единственный из всех союзных республик, вывел советские войска, российские уже на тот момент войска, в течение двух недель с территории Азербайджана. И тогда министр обороны России, тогдашний Павел Грачев, лично в лицо сказал президенту Азербайджана о том, что вы еще захлебнетесь кровью в Нагорном Карабахе. К сожалению, так это и произошло. И в 2014 году именно под патронажем этого самого министра обороны Грачева и проходило вот это позорное капитулянское подписание в Бишкеке в мае 1994 года. Это то же самое позорное капитулянское подписание, как минские соглашения для Украины. Которые также были подписаны. То есть я параллели провожу. Главная цель России, в принципе, играть на ослабление и Армении, и Азербайджана, пытаться умыть руки. Но с другой стороны мы видим, как Путин как бы открестился от Пашиняна. То есть очень сложная и взрывоопасная комбинация. Россия имеет базу в Армении со времен Советского Союза. Она и там же по сегодняшний день стоит. Естественно, за эти 30 лет сопредседатели Соединенные Штаты, Франции и России, заметьте, три сопредседателя, и каждый из этих сопредседателей стоит полностью на армянской позиции. Про Россию я вам уже сказал. Франция, посмотрите на активность того же Эммануэла Макрона за последние 10 дней, и вы увидите, что это за сопредседатели. Сопредседатели же должны стоять над конфликтом, а посредники, они же как бы должны соблюдать паритет в этих вопросах. А тут Франция также на проармянской позиции, я уже не говорю о силе армянского лобби во Франции, и Соединенные Штаты. Сила армянского лобби в Соединенных Штатах, все знают, приход Пашиняна к власти в 2018 году, это прямая инициатива как раз-таки армянского лобби. Естественно, в течение 30 лет этот формат политический был мертворожденным, поэтому он не работал. И Азербайджан ничего поделать не мог до тех пор, пока Турция не пришла в регион и не заявила о своих притязаниях как регионального лидера. Потому что Турция имеет те же границы в этом регионе и те же интересы, что имеет все годы Россия. Турция очень смело ввязалась в ситуацию в Сирии, и Путин поджал хвост и отступил. Турция не имеет военной базы на территории Азербайджана. Россия имеет военную базу на территории Армении. То есть это первый аспект. Они обе находятся на границе. Простой вопрос, почему Турция не должна иметь? А в том-то и дело, что Турция не была региональной державой. Региональной державой она стала за последние 10-15 лет. Когда события в Сирии произошли, напоминаю вам то, о чем вы сейчас отметили, тогда Россия и Иран уже почти захватили полностью Сирию. Если вы помните, после 2016 года Дональд Трамп, который пришел к власти, он полностью дистанцировался от всех проблем постсоветского пространства и отдал это на откуп Путину. Он открытым текстом это говорил, он это не скрывал. До него, до него, так же без зуба действовал и Барак Обама. Хотя проблема Грузии началась еще при Джордж Буше-младшем в августе 2008 года. Барак Обама не дал по рукам. И тогда повторился 2014 год. Если после 2014 года прошло еще два года, четыре года сегодня Трампу власть. И мы видим все эти проблемы, которые и в Беларуси он никак не реагирует, и с отравлением Навального никак он не реагирует, Украину никак не поддерживает за эти четыре года. То есть и в Карабахский конфликт он вообще не вмешивается. У него сегодня на кону только президентские выборы. Путин это знает. Единственная страна, которая сегодня показала зубы, это была Турция. Турция нравится кому-то или не нравится, она член НАТО. Она член НАТО. И в Сирии, в последний момент, когда Эрдоган вмешался в этот конфликт, вы видели, что произошло в Идлибе. Турция отвоевала Идлиб, закрыла свою границу полностью, блокировала. И она получила то, что она хотела. Мы понимаем, что Армения много лет была союзником, если не сказать геополитическим сателлитом Кремля. А вот сейчас как бы Кремль немножко отошел. И такое впечатление, что он то ли пытается договориться с Эрдоганом, то ли боится, то ли пытается сместить Пашиняна. Интересы России заключены в том, что Россия хотела бы хранить статус-ку на Баку и на Ереван. Кунут и пряник. Использовать вот эти конфликты для того, чтобы держать эти страны в зоне своих интересов. До поры до времени это им удавалось. В 2018 году, когда пришел Никол Пашинян благодаря армянскому лобби здесь в США к власти, тогда он пришел на прозападных лозунгах, так сказать. Именно на тех лозунгах, на которых в свое время также приходил Михаил Саакашвили. Но в отличие от Михаила Саакашвили, который поменял вектор внешней политики на 180 градусов в сторону евроинтеграции, который получил взамен этого войну в 2008 году и потерял Абхазию и Осетию, она и так была потеряна де-факто и де-юре, понимаете? Поэтому он спас всю остальную Грузию. И он спас в первую очередь Аджарию. Пойдите, посмотрите на Аджарию, посмотрите на Батуми и сравните ее с Сухуми. То есть Пашинян решил сидеть на двух стульях, и нашим, и вашим. Он ездил и в Вашингтон, и в Париж, и в Лондон, и в Берлин. И в то же время он ездил и в Москву, и ездил на Горный Карабах, и делал вот эти воинственные заявления. Естественно, Москве это не нравилось до поры до времени. А в последнее время Москва просто приняла решение его проучить. Турция видит это все точно так же, как это развивают ситуации. И в этой ситуации для Москвы важно скинуть Пашиняна, убрать, и вернуть Кочаряна, Саркисяна. Вот эти пророссийские силы, которые все эти годы после Бишкекского протокола поддерживали этот статус-кво. И сделать это на фоне таких настроений, которые Армения сейчас проигрывает. Азербайджан наступает по всем фронтам. Азербайджан уже освободил Джабраильский район. Огромное количество территорий освобождаются. Это все видят, что бы там ни говорили. Пашинян каждый день звонит Путину. Путин открыто вчера сказал, что ОДКБ не распространяется на территорию Нагорного Карабаха. Потому что территория Нагорного Карабаха юридически это территория Азербайджана. Вот и все. То есть, таким образом, он показывает и армянскому обществу, что меняйте Пашиняна на другого, и после этого я вмешаюсь. Но с другой стороны, другой интерес Путина, это, конечно, не допустить активную часть Турции в этот регион. Но это уже не все зависит от того же Путина. Путин не хотел этого в Сирии, Путин не хотел этого в Ливии. Турция это не Азербайджан. Турция член НАТО, это вторая армия помощи в НАТО и вообще одна из сильнейших армий в мире. И тут ядерное оружие не работает. А война на земле, профессионализм в Сирии и в Ливии турки показали. И, естественно, поэтому сегодня Турция играет сдерживающий фактор здесь, в этом регионе. Турция не вмешивается на этот конфликт. Что бы там ни вбрасывали в информационное поле вот эти все пропагандические, в первую очередь, российские сайты, вы видите, да? Покажите F-16. Нету. Покажите боевиков сирийских. Нету. Потому что в этом и нет необходимости. Потому что у Азербайджана 130-тысячная армия, у Армении 65-тысячная. Уважаемый господин Юнус, вы, наверное, один из самых блестящих аналитиков по вопросам Кавказа и Ближнего Востока. Но какую вы видите перспективу разворачивания процесса? То есть будет ли все переходить в так называемый дипломатический формат? Или все-таки мы можем увидеть, не дай бог, конечно, но большую войну? У любой войны есть конечная точка. Это всегда так было. Где бы это ни происходило. Поэтому у этой проблемы также есть два решения. Первое – политический. Второе – это военный. О политическом решении конфликта. Как я вижу это с моей стороны. 30 лет до этого, я вам сказал, был мертворожденный формат изначально. Эти все три сопредседателя были на стороне одной стороны конфликта. Азербайджан был как сирота казанская. Азербайджан был как Украина сегодня в этом нормандском формате. То есть стоит, с одной стороны, Россия с ее армией в Донбассе, с аннексированным Крымом. С другой стороны, нормандский формат, который занимается политикой увещевания Путина. Посмотрите, и в Беларуси они точно так же. Они только увещевают. Но они даже не вмешиваются. Они даже санкции не могут принять нормальные. Даже Лукашенко нет в этом санкционном списке. Санкции против России с 2014 года. Никак они реально не действуют. Потому что Соединенные Штаты пока не принимают в этом активное участие. К сожалению. То есть, исходя из этого, значит, надо менять политический формат. А политический формат как надо менять? Нужно, чтобы реальные игроки. Вот как в Сирии. Реальные игроки кто были? Турция, Россия. Даже Иран в этот момент не вмешивался. Иран отошел. И они договорились. В Сирии, в Ливии кто сегодня? Тоже Турция, Россия. Понимаете? Потому что Турция стоит позади Триполи. Россия стоит позади генерала Хафтара. Они должны договориться. Поэтому и здесь надо менять политический формат. И должны сесть за стол переговоров Азербайджан и Армения. На стороне Азербайджана должна быть Турция. На стороне Армении должна быть Россия. И вот тогда будет очерчена красная линия. Красную линию должны очерчить Россия и Турция. То есть, за которую линию переходить нельзя. Дело в том, что сегодня они пока этого не могут сделать. И не могут договориться, потому что идут боевые действия. А почему? Потому что до этого, до этого в документах минской группы стояли четко освобождение оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. 30 лет это не было сделано. Сегодня это делается военным путем. Азербайджан к чему стремится? И Турция. Вот заявление президента Алиева и президента Эрдогана. Освобождение вот этих семи районов. Окружение Нагорного Карабаха. И вот после этого сядем за стол переговоров, как вы вынудили Азербайджан сесть в 1994 году. И это все должно решаться в рамках юрисдикции Азербайджана. Точно так же, как, например, проблема Донбасса. Украина сегодня не может решить этот вопрос. Украина находится в ситуации, с одной стороны, Азербайджана, а с другой стороны, украинский президент находится в роли Пашиняна, да, премьера Армении. То есть Кремль его пытался затянуть в так называемый новый переговорный формат, пообещал ему мир. Но на самом деле мы видим, что Кремль просто требует тех или иных, возможно, в кавычках, а возможно и без кавычек, капитулянских уступок. Здесь очень важна политическая воля политического лидера, президента, будь то Грузии, будь то Украина, будь то Азербайджан. Вы понимаете, вот в этой ситуации? Потому что Саакашвили показал эту политическую волю. Он открыто пошел на разрыв отношений с Россией. Он провел десоветизацию. Началось же все. Он убрал памятник Сталину, создал музей советской оккупации. Все. С этого и началась эта война, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok